Хотел написать это видео с февраля, сейчас у нас конец марта, все никак руки не доходили. В комментариях вы иногда спрашивали, на что вы снимаете. Снимаем мы только на одну камеру. Уже 4 года, в феврале 2017 года, я приобрел вот эту маленькую камеру Sony X3000. Она на тот момент только-только появилась, осенью она вышла, 2016-го, насколько помню, то есть спустя несколько месяцев я ее купил, приобрел. Насколько помню, 38 тысяч рублей она стоила, без пульта, просто стандартная комплектация. Камера мне нужна была на тот момент, в основном, только для съемки покатушек на велосипеде и на мотоцикле. И в том же году, в 2017-м, я завел свой канал на ютубе, но опять же я не планировал прям блогером стать и еще что-то такое. Просто хотел укладывать какие-то интересные поездки, ну для себя, для друзей, может быть просто. Ну и рекламу своего трагентства хотел так делать, продвигать немного. И, в общем, камеру у меня уже 4 года, тогда я занимать абсолютно не умел и не хотел, и не учился особо, поэтому, вот когда мы уехали с Аней работать за границу, первый раз на Кипр, это было начало 2019-го года, видео, вы можете посмотреть видео, да, про Кипр у нас на канале, качество, там, конечно, не очень, камера трясется, размытые кадры, это получается из-за того, я, конечно, все это проанализировал, люди пишут комментарии гневные, я проанализировал, и понял, что это получается из-за того, что у нас разница форматов, разница в кодировке. То есть я снимаю в одном формате, монтирую в другом, там, выкладываю на YouTube, он еще ужимает, а там в третьем, в общем, все это получается ужасно, все должно быть в одном формате, все четко, как. Вот. У меня все вперемешку было, но теперь мы более-менее научились снимать, я думаю, будет качество получше. Так, и немного про камеру, я его в карман. Значит, Sony X3000, обзоров на YouTube полно, можете смотреть, я выскажу свое мнение. Сегодня снимал я очень много, в конце этого видео вы увидите такую нарезку коротеньких видеоклип трехминутный из наших путешествий. Порядка 16 стран мы объехали с этой камерой, в некоторых странах жили, на Кипре, жили в Крыму несколько месяцев, жили в Китае четыре с лишним месяца. Вот. И теперь мы живем в Турции, правда, вот в Россию приехали на две недели. И, собственно, только в Турции мы серьезно занялись блогами, YouTube, начали развивать канал. Итак, Sony X3000 снимается в 4К 30 кадров, но обычно для YouTube мы снимаем в Full HD 30 кадров, ну, иногда 60, когда динамичные какие-то там кадры, там, бегом по Аланиму снимали в 60, ну, и некоторые другие активные кадры. На велосипеде я снимаю в 60 кадров в секунду. Ну, в основном это 30 и Full HD, этого достаточно вполне. Плюс еще такой момент, в Турции очень медленный интернет, и чтобы загрузить видео в Full HD 30 кадров, нам приходится ждать где-то от 24 до 36 часов, да, сутки с лишним, чтобы видео загрузилось на канал. Собственно, в этом и причина того, что мы не снимаем большие ролики, там, больше 10-15 минут. В основном они еще меньше, там, 6-8 минут. Вот, и про камеру. Значит, Sony X3000, FDR X3000, я считаю, что это лучше камера на рынке. За время, что я использую эту камеру, я не менял аккумулятор, то есть 4 года он отлично работает. Отлично камера снимает под водой, и видео дальше увидите. В общем-то, она абсолютно всем устраивает. Для блогов, для путешествий камера идеальная, даже на данный момент, даже на момент, вот, начала 2021 года. А ее же 4 года для камеры. А какие аксессуары я использую? Так, чтобы не свалилось, уберу ее в карман. Вот такую сумочку прикупил, для камеры и аксессуаров прикупил на Алиэкспресс. 600 рублей она стоила. И сюда, в основном, все помещается. Аквабокс. В основном с ним я ныряю везде. Можно и с камерой нырять, в принципе, на небольшую глубину. Она защищена от воды вполне. Хотя, не знаю, вроде бы не рекомендует производить. В общем, аквабокс, один единственный минус, то, что в нем нельзя записать звук. Камера не пишет звук. Ну, ладно, с этим можно мириться как-то. Далее, вот такое крепление. Это крепление на рюкзак, на лямку рюкзака. Я снимал в Индии часто вот такие видео, но сейчас я ее почти не использую. Вот, и такое крепление на селфи-палку обычно, чтобы можно было гонуть под любым окном. И самые основные крепления, которые я использовал, самые первые, которые я купил, это вот такие липучки на шлем. Классниковое крепление. Снимал с боку и с верху шлем прикрепил. В общем-то, этого достаточно, чтобы делать неплохие видео. Хотел еще наградное крепление, но как-то не пошло. Это основные аксессуары, которые я использую в этой камере. И самое главное, конечно, это штатив. Штатив я вам сейчас покажу, потом включу эту камеру и сделаю видео с нее. Вот такой штатив. Использую я его не очень долго, где-то полгода всего. Если честно, о нем я узнал только из-за видео Ктушкина Антонова и вы его знаете наверняка, если интересуетесь путешествиями. Штатив шикарный. Ну, просто шикарный. Обзоры про него тоже много. Про такие штативы такого типа. Такой штатив-осьминог вроде. Можно и на ветку закрепить его, и куда угодно. Собственно, вот как снимает камера Full HD 30 кадров. Не очень хорошая ветрозащита, но она есть. И еще чем я пользуюсь. Это оригинальная зелфи-палка. Очень длинная и крепкая. Вот такая она, довольно длинная. Я уже примотал изоленты, потому что я сбивал ей гвозди. Честно. Что-то я ей забивал, и она у меня порвалась. Но, тем не менее, это не мешает ей отлично работать. Палку я использовал также под водой, потом просушил, все нормально вроде бы. В конце моего обзора я сделал небольшую такую нарезку. Сделал клип из путешествий. Большинство кадров это сырые кадры с камеры, необработанные. В наших видео мы часто снимаем в движении. И камеры в этом отношении тоже, я считаю, лучше. Потому что здесь есть оптическая стабилизация. Хоть она и работает не прям супер хорошо. Ну, неплохо, в принципе, этого нам тоже хватает вполне. Отмечу также, что, конечно, камера снимает отлично днем. Но ночью или в сумерках качество заметно падает. Ну, понятно, что тут датчик небольшой. И, в общем-то, светочувствительность тоже не очень. Но днем снимать на улице отлично. И в сумерках, конечно, тоже можно снимать. Немножко подкорректировать баланс белого. И более-менее тоже на YouTube пойдет. Для какого-то блога. Ну, непрофессиональная съемка, конечно, это все. Мне также не очень нравится, что все люди, ну, кто пытается уже что-то снимать, входит в эту тему. Все-таки GoPro, GoPro, это такое имя нарицательное. Да, да, GoPro, это у нас как памперс, подгузник памперса, да. Памперсы, памперсы. Вот, то есть... И... На самом деле, GoPro отстой. Можете мне там закидать в комментариях шапками. Но, начиная там в шестой, GoPro и до девятой, с 2017 года, GoPro никак не обгонит, не догонит и не перегонит Sony. Но, Sony, на самом деле, тоже хороши. Они выпустили одну камеру раз в пять лет. И не обновляют ее нифига. Ну, а зачем? Она работает, работает отлично, да. Тоже не очень правильный подход. Ну, видимо, им это не особо не надо, и это не очень прибыльно. А с другой стороны, скажите, если бы Sony обновила X3000, как-нибудь появилась бы X3002, вторая версия, в 2021 году. И стоила бы она, ну, допустим, 1050-1055, да, с оптической стабилизацией, улучшенной. Или бы вы ее пишите только в комментариях. Вот, я думаю, я бы, наверное, купил добавок к этой. Потому что, ну, она шикарна. Она шикарна. И, если интересна эта тема, обзоров полно, опять же, смотрите, изучайте. Ну, а этот маленький обзор я снимал так же на телефон свой старенький, 2018 года. LG G7 ThinQ. В качестве так же Full HD 30 кадров. И наслаждайтесь просмотром ролика, который я снимал, можно сказать, 4 года. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok